Сегодня у нас 20 декабря 2015 года. Вот приехал к нам брат Михаил с Кемеровской области, с Томиртау. Вот сейчас раздают Евангелие. Видимся на улице. Вот, извините, почитаешь Евангелие, расскажешь, что есть, что есть, что есть. Это говорит о том, что у тебя душа есть и как ее спасти. Как наследует жизнь вечную, понимаешь? Вот ты молодой сейчас, когда живешь, у тебя может быть хотите. У тебя мысли нет ни о смерти, ни о судье. Планы какие-то, ни житейские есть. Но каждый человек, жизнь короткая, она недолго продолжается. 60-80 лет, максимум, правильно. Это смертный. Но смерти нет, на самом деле. Визитка, визитку давал? Да. У нас правоса на сайте есть. На мой сайт, на наш сайт. Можете выйти. Там вопросы разные. Можете там это посмотреть. Позаниматься. Да. Поэтому находится в площади Спартака, Мариера, большой магазин. Шестой Евангелие бесплатно. Слава Христа. Слава Христа. Слава Христа. А мне дали сейчас, ну там вот. Ну-ка покажите, какая у вас. Там сайт, да? Да, да, да. А, ну все, так далее. Обязательно почитать дела. Ну, это. Вы уже потом попытались. Последуй жизнь вечной. Чтобы не просто это жить, А жить по совести. Это Слово Божие. Оно рассказывает, как человеку Познать Бога. Как познать самого себя. И как прийти к тому, чтобы Быть участником жизни вечной. Чтобы не умереть. Есть жизнь вечная, Есть смерть вечная. Вот у вас в дородке сроку Должна определиться. Господь предлагает. Вот тебе жизнь, А вот тебе смерть. И ты должна сама выбрать, Что тебе, куда идти. Это Слово Жизни. Все понятно. Спасибо большое. И виситчик, да? Спасибо. Вступаешь в вас. Да. Господь. Встанет. Евангелие. Все слова Иисуса Христа вечной жизни На Баде, Рае. Что смешного? Не верите, да? Это сложно, да. Все слова Иисуса Христа вечной жизни Как в арк не попасть? Попасть в рай. Видите, мы живем в Аду. В Аду живете? Нет. Земля не для Ада создана. Это вы врете. Спасибо. Где? Книгу сразу положи, не мне ее. Это же Евангелие. Слава Бога. Это тебе надо. Меешь тебе, дорогая? А ты, говорит, тебе надо. Девчонка, отвечай. Хотел ей дать. Положи в рюкзак ему. Чтобы не помялась. Не надо ее ни мять, ни пискать. Почитал и положил. Так, прочел. Раз. Почитал. И назад. Сюда бумажку нужно положить. Чтобы пальцами не марать ничего. Тут очень важные слова для всей вашей жизни. Никто больше этого не скажет. По закладке. Это не закладка, это сайт наш. Ты можешь выйти на наш сайт. И там есть электронный вид за это все. Помоги Бог. Нас там увидишь. Евангелие. Все слова Иисуса Христа. О вечной жизни. А вы тут телефон нашу позвоните. Если понравятся слова Христа, звоните нам. Будете нашей сестру. Помоги. Возьмите, почитайте. Все слова Иисуса Христа. Как раз делать будет, что вам. А у вас интернет есть? Да. Вот глядите, сразу будет есть, что делать. Возьмите себе компьютер, и вы будете самым счастливым человеком. Хорошо. Выходите на наш сайт там. Помоги Господи. Пожалуйста. А это вот интернет. Вот зайдете на наш сайт, если что. Тут еще очень много ответов на вопросы. Как попасть в рай? Господь отвечает. Все слова Иисуса Христа, о вечной жизни. Абаде, о рае. Евангелие. Слова Иисуса Христа, о Бога нашего. О вечной жизни. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в отчеве от Духа Святаго. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Евангелие от Матфея, первая глава, о Рождестве Иисуса Христа. Никого. Некому читать. А вон парень заинтересован собой. Парень? Угу. Но когда он помыслил это, си ангел Господи явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Парию жену твою, ибо родившиеся в ней есть от Духа Святаго. Евангелие, все слова Иисуса Христа в вечной жизни. Веруйте в Иисуса Христа и не попадете в ад. Слова Иисуса Христа в вечной жизни. Евангелие. Пожалуйста. Родить же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит. Сия дева в отчею примет и родит сына и нарекут имя ему Емануил. Что значит знали Бог. Евангелие. Пожалуйста. Спасибо, не верю. Встав от сна Иосиф, поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как наконец она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус, Евангелие. Не заинтересовались. А я замерз. А чтобы это знать, ты правила движения знаешь, ты не нарушаешь правила движения. Закон знаешь, тоже закон можешь не нарушать. Не заинтересовались, брат. Для истории. И вот это, смотри. И вот это, смотри. Государство, что тебе посадят. Но чтобы у тебя была совесть, по совесть ты не хотел этого нарушать. Понимаешь, закон Божий говорит, возмездие за грех смерти. Совершил грех, ты поведен смерти. Все. Нет. Бог все прощает, но не просто так прощает. Это закон. Закон этот. Почему умираем все? За грех. Если бы не грешили, не умирали бы. Да. Если так, взят все люди грешные. Все грешные. Поэтому пришел Христос, который взял на себя грехи этого мира. Каждого. За тебя уберешь, Христос. За меня. А не за собой. Мы умираем. Но мы можем покаяться и перестать грешить. Я за это и говорю, что люди, это же люди, они могут грешить. Но надо каяться. Понимаешь? Грех сделал, надо каяться. Но надо понять, что ты повинен смерти. И вот сейчас в этой жизни, ты без смерти. Но ты можешь этой смерти избежать. Если ты... Да это... Ну, спасибо за совет. Ну, ладно. Поздний праздник. К Новому году подарили мне. Спасибо. Можно взять? А, примите. И визиточековать хотел. Да, давайте. Обязательно. Синодальный перевод. Православная церковь. Это слово жизни, которое у вас... Понимаете? Конечно. Вы же верите, что будет суд. Я верую. Я верую. Буду воскресенье. Да. Что мы все придем на этот суд и будем отвечать именно... По какому закону? По этому закону. Господь говорит, отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Иван Гриотиана, 1248. Вот вам подарок Нового года. Да. Спасибо. Огромный подарок. Я благодарю вас, конечно. У меня есть книжки всякие разные. И тот первый, вот такой, я с удовольствием почитаю. С Новым годом, с Новым счастьем. У нас сзади дедушка тоже. Что это? Возьмите, только из-за того, что он с аппаратом сидит. Это какая, скажите, книжка? Вот это вот, отворачивайте и спрашивайте разрешение. Святой Иван Гриотиан. У нас глотал не запрещено. Не запрещено и подсудное. Не запрещено. Да, не запрещено, еще раз говорю. Какая статья? А статья какая-то? Нет, есть. Найдешься статья, не волнуйся. Найдешься, наверное, коммунист. Был бы где человек, да, статья найдется. Статья любимое слово. Был бы человека, статья найдется. Благовестуй давай, Антонов, обнимается стояк. Солексис. 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 Шапки, жаль. Приняй, не лезьте. Давай поддержим. Да не лезьте, нахуй. Да ничего, это как раз. Шапки, шапки. Если бы не было евреев, нам пришло бы понимание того, как нас спасать, что такое суд Божий. Мы же не знали об этом ничего. Благодаря евреям мы получаем это наследство. Если евреи не веруют, там будет христианин, а если евреи не веруют, потому что евреи от вербы Христа. Они сказали, что мы не ждем такого Христа, мы хотим власть только на земле. А Христос говорил о чем? Что боится от мир сегодня. Ты видишь этот мир и думаешь, что этим миром все заканчивается? Нет, почему я так не понимаю. У христиан тоже был вариант, я не знаю, сейчас информации очень много, много лживой информации, а может где-то и правда есть. Ты должен сам определиться. Если ты рассудительный человек, ты можешь взять Священное Писание в Библии, помолиться и прочитать его. А кем она написала? Человек. Просто человек. Она писалась на протяжении нескольких сотен, тысяч даже лет. Понимаешь? Там множество книг, только в одной Библии 77, написанные в разные времена, но говорящие об одном. В том, что когда Атака стал приступить к смерти, ему смерть наступила, что придет тот, кто послал в рабство сатане. По свою волю. Согласился. Возгордился. Это брат, можно? Да. Есть стих Писания в Библии, написано. Вот вы говорите, кто написал? Это же люди вроде были. А там послал Петра так сказал, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки движим Духом Святым. Бог им вкладывал и они писали. Не то, что я захотел сейчас Евангелие напишу, это не будет, потому что это Бог отдает озарение. И, тем более, это жизнь Иисуса Христа земная, полностью все сказано. Как Он жив, что говорил. Иисус Христа, я добавлю. Я так называемый Пенчак, я его читал, все полностью. Там говорили о том, что будь невестя обращение там, будь подавица как Ревека там называли имена, которые опять к убийству относятся. Вот у меня Михаил, она тоже елеевская еда. Там одна бесплодная была, другая обманщица была ее там какая-то. А в молодой чте, так называемой говорят, называют, во-первых, браком, как в производстве. А во-вторых, начинаем говорить о Ревека, которая была бесплодной. Ага. Потому что ты в брак выходишь, ничего. Из-за того, чтобы получать удовольствие. То есть понятно. Сейчас, сейчас подойдем. А в семье рождаются дети. Продолжение рода, это естественное человечество. Чем больше детей, тем больше радости. Поэтому пожелания подойдут. Ну, вы сейчас наблюдаете, что сейчас люди уже... Чтобы продолжить, трех нужно больших людей, как минимум. Потому что они повторяют у меня детей, они повторяют у себя и у себя. Ну, я имею в виду. Потому что жена повторяет себя, у меня. И продолжают. А сейчас такая создалась сама по себе обстановка за счет денежной системы, Которая контролирует родшие веры. Понятно. Ну, а потом? Ну, я-то тебе не о родших, я говорю. Я говорю тебе о том, как тебе спасти душу и на следующей жизни вечной. Понимаешь? Я думаю, ну, даже просто по совести. Не предавать, не обманывать, не воровать, как вот эти заповеди. Они естественные. И их не нужно было загонять в какие-то вот эти вот таблички, которые дал. Ты грешил? Конечно, все. Все грешили. Значит, ты приступил. Главное осознать это. Ты уже приступил. Ты уже, тебе уже приговор. Понимаешь? Ты даже не осознаешь. А что? Приговор, что ты сейчас не в этом съезда. Потому что ты преступник. Я преступник. А как тебе оправдаться? Если тебе смерть? А зачем оправдаться? Я просто, как сказать, покаялся сам в себе. А как еще? А зачем мне идти, например, в церковь? Что значит покаялся сам в себе? Если тебе приговор уже вынесен, что ты… Все, у тебя вот написано здесь. Уповинен смертью. Все. Да ничего не написано. Ну ты сидишь в дневнице и тебе приговоры тоже прийти и исполнили. Ну не сегодня, завтра придет. Но ты уже знаешь, что у тебя нет жизни. Ты умрешь. Ты мертвый. Ты еще живешь вроде бы? А ты уже все. А по закону Божьему, ты повинен. Ты решил, значит повинен смертью. Ты даже этого не понимаешь. Что ты повинен. Ты сейчас говоришь о рак фейдерах, о ротшебе. А это я говорю о спасении души. Твоей драгоценной души, которая не стоит всего мира. Игром. Зачем цена? Опять какая цена вводится? Это финанская система или что это цена? Что значит цена? Все имеет ценность. Нет. И душа имеет цену, потому что она бесценна. Бесценна, а цену имеет. Цена, потому что она бесценна, которая... Ну нет такой цены на земле, которая бы стоила душа. Одна человеческая душа. За это, чтобы тебя освободить от этого приговора, который на тебе написан, что ты повинен смертью. Если бы Христос не взял грех за тебя, а ты об этом даже не знаешь. Так у меня еще не было. Как он мог взять грех за меня? Он взял грех. Из-за тех, кто жил, он примирил нас с Богом. Он взял нас и сказал, что ты должен ему поверить и понять. Нет, я хочу не поверить, а разобраться вот. Ты раб греха. Ты преступник. И ты не можешь... Грех это уже, как сказать, как я могу говорить, рабом греха. Это уже даже не материальное что-то, это такое абстрактное. Вот даже то, что ты не веришь, это уже является рабством. Рабством. Такая, кто и не верит рабочим? Ты не веришь в то, что ты являешься преступником? Или что смерть тебе? Ты этого не понимаешь. Ты и Бог этого не открывает. Да не веришь. Да в смерть я знаю, что он... Может сейчас переходи и буду соберет в путь смерти. Я ж не говорю, что я ее не признаю. А было же собрание какое-то, что христиане... Я не знаю, сколько ответвлений, но была и информация там обсуждалась, ее отменили просто. Перерождение. У тебя много в голове всего напутанного. Конечно, много. Отмети вот это все. Если ты мне поверишь сейчас... Я не могу просто на слово поверить. Брат, священное писание... Ну их же тоже люди писали. Подержи, пожалуйста. Ага. Я вам сразу просто скажу. Брат вам хотел объяснить. Ибо возмездие за грех смерти. Так в Слове Божьей Библии писали. Возмездие за грех смерти. То есть откуда это идет? От рая. То есть в раю были собрали два человека. А там едет Бог собрали. И он сказал. Единственным запретом дал в раю, что если будете от этого дерева, плода и добра и зла, то отпустите, и смертью умрете. То есть от других деревьев они могли лезть. Но они присыли. Нарушение дьявола. Дьявола внушил. Что будет как в Боге. И будете знать, что это такое. То есть как в Бог будете. То есть возвысили. Возгорделись. Вот. А нарушение... А нарушение заповедей Божьей это грех. А грех это смерть. Смерть потом не просто физическая, а духовная даже смерть. Ты умираешь для Бога. Между Богом с тобой расстроится очень большая толпость. Она непреодолима. Потому что между вами стоит грех. Бог святый. Бог есть святый. Он говорит, будьте святы, как я свят. А для того, чтобы быть святым как Бог, надо вникать в Слово Божие и жить по Его святым заповедям. Господь говорит, я никому не позволил грешить. Никому не дал позволить. Никому. Вот вы говорите, я только сейчас живу. Как за меня Христос мог умереть? А вот так. Ибо так возлюбил Бог мир. Бог, Творец всей Вселенной. Возлюбил мир. Что отдал Сына Своей Неродного, дабы всякий верующий не погиб, и имел жизнь вечную. У Бога план спасения человеческой души. У нас просто слезать с землистилетий и все. Но мы бессмертно сотворили для Бога. Душа и тела, а не наше. Мы воскресли. До крещения Руси что происходило здесь? Вы были язычники. А что значит язычник? Человек, который не верующий в истинного Бога. Создателя. Просто без земли. Так они верили в своих родственников, прародичей. Для них они и являлись богами. Потому что они передавали опыт всех поколений. Это ложный Бог. Я вам о чем говорю? Мы свидетельством об истинном Боге, который сотрел этот мир. И он не просто человек, вот плодитесь, размножайтесь, как есть. Опять же, в Слове Божьем это сказано. Но это не просто он сказал плодиться. Он также говорит, что есть заповеди. Не убей. Не полюбодействуй. Не завидуй. Не уйди. Это первое. Я Господь Бог. Я не буду. Я другим помогу. Все. Если ты начинаешь из какого-то человека, из какой-то вещи, вообще из какого-то событий создавать какого-то иного Бога, и он вообще говорит, я... Это уже идол. Да, ты уже идол. А раз ты идолы, это значит безбожники. Человека. Обычно человека ставят. Вот какой-то человек. Человек сам себя ставит. Скажет, а я не верю ни в кого. Ты же сам себя возвысил. Понимаешь? А Бог говорит, я говорю, никому не позволь. Я Господь. И нет иного Бога кроме меня. Вот так. Пишут все равно люди же. Я им должен просто поверить. Потому что он и был тоже для меня. Смотрите. Стих Писания я вам привел уже. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. То есть люди, которые живут для Бога, они даже молились о Господе. Если бы люди искренне молились бы, вот, например, я не верю Господи, что ты есть Создатель, да? Многие. Я вот, например, 26 лет пришел у веры в Бога. 26 лет я жил как неверующий. Пьянки, гулянки и так далее. Но у меня в душе всегда была пустота. Я понимал, что все, что я здесь, в этой земле жизни достигаю, все это пустота. Мне порой даже самоубийством охота был закончен. Как в основном сейчас молодежь этим заканчивала. Большинство. Почему? Потому что не знают Бога, не хотят его знать, во чем дело. А неверующий Богу, неверующий, почему именно Богу? Неверующий вот этому слову. Неверующий Бог представляет его живым. А не как бы человек говорит, не то, что он прямо говорит, а он говорит, что Бог лжец. Я не верю, это написано здесь. Слово святое. Не свет, а свят. Святое. А почему? Свят. Свят от солнца, солнышко нам дает. Нет. Мы по-человечески не создаем, а есть такое слово, Святой Бог. Но я человек как могу рассуждать? Свят. Есть слово не свят, а есть свят. А почему свят? Свят относится именно по отношению, как сказать, это не материально, а духовно относится. Святость, правильность. Не отнять же нам солнечного света, воздуха, воды. Это же... Для вас, написано, также Римлянам 5.8 написано, Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешники. Любой человек, который рождается в мир, первородный грех передается от Адаму в него. Потому что возьмите за грех в мир, но все умирают. Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. То есть на суд Божий, когда мы все воскреснем, все живут, но одни пойдут в муку вечную, а другие в вечную праведность, в вечное наслаждение с Богом. Это к римляне. А римляне, они же три рима, там было, Византия, там прочее. Это к каждому человеку стих. Слово Божие, оно живое действие. Оно относится к каждому человеку, не только к тем римлянам, которые когда-то там шли. Слово Божие, оно живое действие. Оно в любое время, потому что Господь говорит, я во все дни до скончания века со своей церковью. Он во все дни. Он не сказал, что это только тот, когда он в первом веке пришел на землю и сошел, что это только для них спасение. Это относится до скончания века. То есть до того, как Господь, второй раз придет, уже будет остаться суд. Хорошо. Я привел в сведении все, что мы сегодня обсудили с вами. Вера в слышание, а слышание Слово Божие. То есть вы должны, услышав Слово Божие, вы его сейчас слышали. Но должны это слово долг. Смотрите. Долг, опять. Смотрите. Вы услышали, но у вас есть страшный выбор свободы. Это свободная воля. Почему страшная? А потому что перед Богом ты за нее отвечаешь. Вот если бы Бог просто строил у нас этот автомат, тогда, вот вы и стали верующим, и все. Нет, он дал свободу. Начал сам свободу. И он хочет, чтобы вы все свободно пришли к имени. Узнали у вас эти заповеди, исполняли, и наследовать жизнь вечную. Все. А если я буду просто жить по совести, соблюдая эти заповеди, не приходя в церковь, я буду осужден? Смотрите. Иван Галятияна 3.36. Вот так написано. Я могу искать, но сейчас это долго будет. Написано. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. А неверующий уже осужден. Осужден. И гнев Божий прибывает на нее. Гнев. Вот каждый человек, который не верит, то что Сын Божий сошел с неба, и распялся за грехи мира, для этого надо Богу, говорится, отслышать Слово, то есть считать Слово Божие. Он ходит под дневом Божиим. Каждый человек, вы под дневом Божиим. Потому что вы истину ищите. Если вы ее ищите, ищите. Каждый день я ищу. Но Господь говорит, просите и дано будет вам. Ищите и найдете. Стучите и отворят вам. То есть, просить как? Бога вызывать, создать. Многие люди, будучи даже не верующие, вы такой Авраам правитель, это Библия, о нем пишется. Он судил, жил в язычниках. Но он томился всегда душою. Он понимал, что эти деревянные блоки, они ничего не дают. А он всегда искал правды и молился. И Господь ему открылся. И вот с этого началось это. Хорошо. А то, что мы сейчас имеем, допустим, даже книжку напечатать, это же технологии у нас. Технологии. Технологии. Я к тому, что если человек будет верить, он будет сидеть там, медитировать, допустим, на востоке, или, допустим, в церковь ходить. А вот есть люди, в основной массе, так сказать, ученых, они как бы типа безбожники, ну атеисты, как-то их назвать. Они просто практикой своей это все на ощупь. Раз-раз поехала машина, на раз полетел самолет. Без формул, без всяких там, на самом деле. Потом это описывается уже там. Ну, впрочем, не смотрите. Они-то тогда, их-то смысл в чем здесь, на этой земле? Вот, которые изобретатель... Нету никакого. То есть они без... Без смысла живут. Потому что они, они верят в то, что, например, ты умер, и на этом все. А на этом все. Слушай, она бессмертная, она отходит, это, у нас тут площадь, и там будет определение, если ты курнишь, ну а как бы мы огонь добывали, или что-то еще, сейчас электрические трубы есть, да. Так это мы верующие это не отвергают, потому что это Бог вложил эти законы физики, химии... Ну, открыли-то безбожники, получается. Почему безбожники? Для него... Ну а кто? А Менделеев был верующий. Там другие были... А Менделеева не знаю, верующий или нет. Многие были... Ломоносов был верующий. Там другие... Так что, это все известно. Просто это много людей скрывает. Хотя в наше время сейчас все это открывается. Очень многие были ученые верующие. Самое для вас главное, это вот эту книгу взять слово в души. Можете у нас, например, может где-то в другом месте если вы уходите. Вы ее продаете? Нет. Давайте я ее возьму. С удовольствием прочитаю. Всего вам доброго. Визитку дай. Визитку дай. Посмотришь это на... Выйдешь на YouTube, посмотришь этот ролик про себя. Мне вообще другие ролики послушаешь. Ну и другие ролики посмотришь. Все, брат, пойдем там братья наш звук. Выключим? Нет.